всем привет ребят с вами как всегда ваш канал дневник системного администратора и сегодня я хотел бы поговорить о ssd диске дело в том что очень часто когда люди покупают компьютер естественно отдают предпочтение естественно установить туда в новый компьютер уже ssd накопитель и дело в том что очень часто все задаются таким вопросом какой срок службы ssd диска и как его продлить дело в том что все думают что ssd диск не долговечен и давайте сегодня попробуем разобраться какой средний срок службы у ssd диска и как продлить время его жизни и так все вы знаете что в интернете есть специальная формула расчета жизни как бы сказать ssd диска и так например у нас 256 гигабайт и конечно же согласно технической документации среднее число циклов перезаписи равняется 3000 и так для того чтобы естественно нам узнать срок жизни давайте откроем калькулятор здесь мы пишем например давайте на калькулятор открываем его и давайте так сделаем смотрите получается у нас число циклов 3000 берем получается множим на объем фактически на на 256 можем на 256 и делим на давайте ну возьмем 15 гигабайт записываем например будете вы записывать каждый день или же можно в принципе взять 20 и давайте разделим на 20 гигабайт в день разделить на 20 гигабайт нажимаем кнопочку равно как видим получается у нас 338 тысяч 400 дней и давайте 38 тысяч 400 дней разделим на 365 получается количество в году делим на 365 и нажимаем кнопочку равно что мы видим мы видим 105 лет естественно ребят это завышенное показание но давайте в принципе даже отнимем 50 процентов просто отнимем например 50 и грубо говоря мы отняли 50 лет у нас 55 лет осталось ну в принципе ребят это неважно но я думаю что не каждый ожидете диск проживет 50 лет ну конечно же бывают всякие нюансы дело в том что может быть такое что конечно же вам может попасть на некачественные товары естественно ссдшник может умереть и через год это все зависит от вашего везения и от фирмы производителя который сделал данный ссд диск также сама я вам скажу что любой жесткий диск не проживет дольше ссдшника он может даже раньше навернется например чем обычный ссдшник здесь в принципе никто никогда и никак не застрахован от этого также ребята думаю что вы все знаете есть специальная программка которая называется ssd live про естественно она позволяет пользователям проверить состояние ssd накопителя и узнать оставшийся срок жизни это можно сделать запустить эту программку естественно она сделает тщательный анализ при помощи специального алгоритма выводить ориентировочные данные стоит отметить то что это значение постоянно конечно же меняется и зависит они от интенсивности использования устройств она показывает технической информации о вашем ссдшничке краткое состояние диска показывает например может быть здоровье отлично показывает кроме этого с помощью программы вы можете конечно же узнать любые данные касающиеся вашего накопителя начиная от общей информации о вашей модели и производителя и заканчивая конечно же технологическими разными информациями например функцией 3 это будет отображено естественно в основном окне вашей утилиты которая кстати поддержит большинство существующих моделей твердотельных накопителей включая intel и kingston но также не обольщайте сильно некоторые с этой диске она не поддерживает если вы попытаетесь запустить то естественно у вас возможно ничего не получится и программа выдаст ошибку также следующая программка это может быть конечно же даже простая сама и до 64 открываете данную программу переходите хранение данных опускаетесь ниже и здесь есть также сама смарт режим вы здесь можете посмотреть температуру оставшийся ресурс вашего накопителя сколько записано за все время и общее время работы 72 дня например моего создать диска и меня получится записи перезапись 268 терабайта вот такое вот показанием можно посмотреть так же самое здесь все принципе есть другие данные можно также перейти сюда тоже посмотреть информацию про ваш ssd накопитель и так ребят следующим этапом если вы хотите продлить естественно срок жизни вашего создать диска то он должен работать в режиме а hc для того чтобы проверить работать ли ваш создать диск в режиме а hc нам нужно открываем на моем компьютере открываем управление и переходим диспетчер устройств здесь как видите есть вот контролеры и да а то получается здесь нажимаем и как видим у нас sata hc контролер получается работает в hc режиме также вы можете например зайти в bios и посмотреть в bios и например sata configuration и посмотреть там бывает и de режим и бывает hc естественно вам нужно переключить перед установкой операционной системы но никогда вы например же установили систем потому что система у вас может не запуститься если вы переставите bios и попробуйте загрузиться это важный момент перед установкой операционной системы на ssd диск также следующим этапом чтобы продлить естественно жизнь вашего ссд диском нужно отключить дефрагментацию для этого нажимаем поиск пишем дефрагментация и оптимизация ваших дисков открываем и здесь нас есть параметры открываем параметры здесь естественно повысить приоритет задачи в случае пропуска трех выполнений по расписанию передряд выбираем нажимаем и здесь мы снимаем галочки нажимаем автоматически оптимизировать новые диски когда здесь открыли получается убираем например из диска c галочку нажимаем кнопочку ok тем самым мы получается убрали оптимизацию нашего диска дефрагментации также следующим этапом ребят включение функции trim для продления срока службы вашего ssd диска дело в том что технология trim отвечает за уведомление контролера что во время например удаления какой-либо информации используется область которая становится свободной и ее можно очистить проще говоря когда например вы удаляете какие-то данные с обычного например винчестера то они не стираются полностью а лишь помечается маркером и в случае необходимости их можно будет восстановить до того момента пока на их место не перезапишется другая какая-нибудь информация а если мы говорим оба ссд диске то естественно информация удаляется полностью и сразу для того чтобы естественно включить функцию trim нам нужно открыть командную строку нажимаем windows плюс r указываем cmd нажимаем кнопочку ok запускаем командную строку и вставляем вот такой вот команд нажимаем кнопочку enter как видим у нас принципе функция включена например смотрите если здесь стоит у вас одиночка и здесь одиночка значит вас функция данная отключена должно стоять нолик получается у нас вот данные функции отключены и получается тем самым задействована функция trim следующим этапом ребят конечно же это отключение индексации вашего диска для того чтобы система постоянно не проводила индексацию нам нужно открыть мой компьютер выбрать диск выбираем свойства и здесь как видим разрешить индексировать содержимое файла на этом компьютере нажимаем нажимаем применить нажимаем ok начинается проверка файла но это занимает некое время я показывать пока этого делать не буду я вам покажу на одном примере видим да все когда все это дело прошло естественно нажимаете ok и все подтверждает так само переходите на диск d выбираете свойства выбирайте здесь галочку разрешите индексировать содержимое файлов нажимаете применить нажимаете ok проходит индексация файлов естественно уже ваша система не будет индексировать файлы которые хранятся на вашем создать диски принципе эту функцию даже можно отключать на hdd дисков поэтому потом потому что естественно скорость улучшится производительности вашей системы следующий этап это конечно же ребят включение кэширования для того чтобы на твердотельном диске включить кэширование нам нужно например выбрать правой кнопкой мыши выбираем свойства переходим на вкладочку оборудование и здесь у нас есть свойства переходим свойства и здесь будет вкладочка политики дело в том что у меня ее нету но я вам покажу примерно политики кэширования записи и там должна будет стоять галочка я вам сделаю скриншот вы нажимаете и включаете кэширование дело в том что после включения данной функции ваш стердотельный диск будет служить не только дольше но и значительно быстрее если вы включите данную функции как видите ребят здесь у меня вкладке политики нету и я не могу включить кэширование получается на моем ssd диске для того чтобы это сделать нам нужно перейти на моем компьютере открыть диспетчер устройств выбираем естественно дисковое устройство их видим вот здесь нас выбираем правой кнопкой мыши свойства и здесь у нас есть политики и здесь мы можем включить естественно кэширование записи нажимаем разрешить кэширование записи для этого устройства нажимаем кнопочку ok таким вот способом вы можете проверить и включить кэширование вашего твердотельного накопителя также ребят конечно же не захламляйте свой ssd диск ненужными какими-то файлами и старайтесь меньше делать файлопомойку с обычного например ssd диска если вы хотите сделать куда файлопомойку для например там каких-то картинок видяшек маленьких там вы постоянно их копируете удаляете скачиваете то естественно я вам рекомендую завести жесткий диск обычный hdd например объемом 1 терабайт и вести на нем файлопомойку скачивать туда хранить удалять перекидывать и все остальное делать чтобы меньше тратить ресурс вашего ssd диска также ребят конечно же поддерживайте ваш ssd диск в хорошем состоянии проверяйте чтобы на него были всегда обновлены корректные драйвера переходите в диспетчер устройств выберите дисковое устройство выберите например драйвер нажмите обновить драйвер установите корректный например какой-нибудь драйвер с интернета постоянно чтобы он поддерживал ваш ssd диск нормальном состоянии рабочим естественно также ребят есть разных еще куча программ которые естественно оптимизируют настройки вашего ssd диска отключение там разных защит отключение гибернации отключение там например файла подкачки все это дело остальное конечно же решать вам если хотите в интернете куча информации но я показывал вам основные методы которые могут влиять на срок службы вашего ssd диска и как его продлить вот принципе на данном этапе я завершу свое видео вам советую подписаться на наш канал поставить лайки поделиться видео с друзьями если не понравилось видео ставьте дизлайки и будем рады этому с вами был канал не системного администратора всего вам хорошего не не ломайте свои компьютеры